здравствуйте друзья я с интересом наблюдаю за чистушками которые пишут наши зрители как бы конкурс я объявил кто не знает значит там продолжительное видео 30 с лишним минут о том как наталья у нас уронила iphone как она пыталась его поменять ну и там шапкин страховка заплатил еще что они потом просто бесплатно дали другой в магазине и плавском и вот там целые вереница событий и там я говорю ну вот давайте конкурс объявим тоже американский флаг у нас приз наталья будет сама определять победителей чтобы на меня тут никто не говорил что я там любимчиком раздают об или что-то в общем и я говорю конкурс то что надо дописать частушку и частушка значит начинается с словами ой ты карточка моя карточка кредитная а дальше надо было дописать значит и из того что я вот видел за это время написано должен сказать что одна вещь меня поразила нет не столько вот литературно как бы сколько у меня возникло ощущение непобедимости народа значит звучит так ой ты карточка моя карточка кредитная потеряла телефон блогерша известная вот и я думаю такой народ победить нельзя потому что как бы любые построения они обречены на провал тут так вот не пройти не пройти западным вот этим вот никак не дотягивает так что я продолжаю внимательно следить значит неприличных писать не надо некоторые неприличные пишут как-то там они маскируются не до для фана конечно можно если замаскировать но вообще как бы победитель должен написать приличную частушку и мы продолжаем наблюдение если вы на самом деле размышляя частушках вспомнил одну ведь интересную частушку там правда контекст такой коммунистический то есть как бы время такое было когда все изучали какие-то произведения там классиков марксизма и в частности был вот такой документ назывался манифест коммунистической партии написанный карла марксом 1848 году такое время было бурно и ребята с 1848 год в европе был страшный то есть столько всего и вот на этой волне в этой буре пишет карл маркс свой манифест и начинается этот манифест со слов призрак бродит по европе призрак коммунизма и вот в то время был совершенно потрясающий анекдот то что в то время это было как взрыв бомба вот этот анекдот я поэтому рассказы бэкграунда писал сначала они такое спрашивают ну пусть будет армянское радио значит спрашивают что такое частушка и там специалист отвечает что частушка это формат для русского народного творчества и формат характерен тем что частушка состоит из двух частей связанных рифмой но не обязательно связанных по смыслу например у моего миллионка в попе затерялась клизма призрак бродит по европе призрак коммунизма вот просто вопрос о частушках